В Сургуте провели учебные сборы по противодействию экстремизму на базе одного из подразделений Горводоканала. Отмечу, что в текущих геополитических условиях сотрудники спецслужб и ведомств, отвечающих за безопасность, уделяют повышенное внимание защите стратегически важных территорий, объектов социальной направленности от нападения, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Потому часто проводят учебные мероприятия, направленные на координацию спасательных служб и сотрудников организаций. На сегодняшний день, по сообщениям сотрудников администрации Сургута, беспилотников, использующих воздушное пространство незаконно, не обнаружено. Объект был выбран Горводоканала, потому что на сегодняшний день у нас соответствует полностью всем мерам антитеррористической защищенности. И также пару лет назад у нас был негативный опыт, когда над нашими объектами летали беспилотники. Тогда мы на тот день еще не понимали, как им противодействовать. Сегодня у нас есть алгоритмы действий, как и сотрудников частных охранных организаций, так и сотрудников Росгвардии. В случае, если в спецслужбы поступает уведомление о появлении в небе беспилотных летательных аппаратах, на место выезжают сотрудники со специальными ружьями-антидронами. Принцип их работы заключается в том, что такая винтовка перехватывает сигнал беспилотника и заменяет его командой о посадке. Сургуся нам напоминают, что за незаконное использование воздушного пространства на пилота налагается штраф. Его сумма варьируется и начинается от 5000 рублей. В случае причинения смерти или тяжкого вреда здоровью человека предусмотрена и уголовная ответственность. С момента выявления беспилотного летательного аппарата до прибытия экипажа проходит не меньше пяти минут. Прочайшим маршрутом экипаж выдвигается к месту выявления беспилотного аппарата и соответствующие действия проводят на месте уже. Согласно алгоритму производится оповещение всех служб, задействованных в ликвидации данного происшествия. Производится эвакуация сотрудника предприятия в установленном месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова